Всем здарова, дамы и господа! С вами Джон Кормилицин, вы на канале JoyCenters и сегодня, 1 июня, нашей рубрики CG новостей исполняется ровно 2 года. Вот он, первый ролик, с чего все и началось. Пишите, кто с нами с самого начала и чего бы хотелось еще увидеть. Ну а пока вы думаете, скажу, что этот выпуск будет не такой большой, как хотелось бы. На этой неделе затишье, если видите обновление или крутое событие, пишите нам, а конкретно Елене, вот ее телега. Именно она собирает всю новостную рубрику. Но не переживайте, на этой неделе будет офигенный ролик про... пока не буду говорить про что, посмотрите сами. Мой личный опыт, советы, истории и все, что вы любите. Шоу у нас там по конкурсу Cyberpunk в средневековье. Скорее всего, в четверг, а именно 2 июня, проведем стрим с вашими работами. Почему скорее всего, потому что мы сейчас подминаем график так, чтобы все могли успеть. Потому что и Симон, и я, и Верс, наш админ чата, где, ну вы сами знаете, будет стримить вместе с нами. Поэтому у вас есть еще немного времени. Все работы закидывайте в дискорд канал, там и качество было лучше, и комменты не мешают. Ссылка в описании. Кидайте только работу и все, ничего не пишите больше, в качестве. Тон Розендаль, генеральный директор Blender, опубликовал список свободных вакансий в компании. И, конечно же, в первую очередь требуются разработчики. Опыт от 3 до 5 лет. На самом деле не понимаю, почему 3, 5, какая разница. Есть чуваки, кто за 2 месяца делает офигенно, а есть те, кто и за 10 делают полную парашу. Но пропустим. В некоторых вариантах указывается офлайн-работа в штаб-квартире Амстердама. Жильем, если что, помогут. И только в одной должности, возможно, удаленка. К тому же компания предоставляет гибкий рабочий график. Ну и, конечно же, увлеченность и мотивация – ключевые факторы при найме специалистов в команду. Если вдруг решились, ссылочка в описании. Ну и еще о Blender. В этом году они отмечают свое 20-летие. И в то же время возвращаются к крупным мероприятиям. Первым намечен фестиваль анимационных фильмов «Ануси». «Ануси». А... «Ануси». 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 Он пройдет с 13 по 18 июня в городе Анси, Франция. В конкурсе участвует проект Sprite Frite. Кроме того, во время фестиваля в замке музея «Ануси» состоится концерт, на котором в исполнении оркестра прозвучит композиция из прошлого мультфильма «Весна». Также будет организована встреча с командой Blender. Ссылка на мероприятие в описании. Но и это еще не все. Возвращается Сиграф. Крупнейшая конференция по компьютерной графике. И для Блендер это будет первый Сиграф с момента выпуска Блендер версии 2.8. Так что команда подготавливает огромный стенд. Для участия в выставке необходимо будет пройти регистрацию и оплатить вход. Ну и команда Блендер дает промокод на скидку, а он на экране. В этом году конференция пройдет в Канаде с 8 по 11 августа. Только для въезда на территорию страны все должны быть вакцинированы. Ну сами понимаете от чего. Ссылка со всеми подробностями в описании. И конечно же год завершится собственной конференцией Блендер. Которая состоится 27 по 29 октября в Амстердаме. Продажа билетов на Бекон 22 начинается с конца июня. И поделимся еще одним событием, но уже в России. Этим летом в Нижнем Новгороде пройдет международный фестиваль медиа искусства Intervals. В этом году будут юбилейные 5 лет с момента открытия и окулютриваемся. Мероприятие пройдет в два этапа. С 1 по 5 июня состоится спецпоказ на территории Кремля в здании Манежа. И с 26 по 28 августа будет масштабная бесплатная медиа выставка в ландшафте обновленного города. Можно будет увидеть инсталляции от медиахудожников из России и других стран. В нашем телеграм-канале многие написали, что это и правда крутое событие и уже не первый раз посещают выставку. Так что кто живет рядом, власти из своих удобненьких кресел, вперед за вдохновение. И нам, кстати, потом еще расскажите, как все прошло. Говорят, локаций там очень много. Ссылка на официальный сайт в описании. На маркетплейсе Unreal Engine идет распродажа ассетов со скидкой до 70%. Акция действует до 3 июня. Кто-то пишет, что ее продлят до 4 числа. В любом случае, еще есть время, чтобы присмотреть чего-нибудь годного. Ссылка в описании. Ну и как прикупите новых моделек, залетайте на конкурс от Unreal Engine. Что нужно сделать? Отправить короткое видео проекта, где вы продемонстрируете навыки настройки освещения Lumen в Unreal Engine. Разрешено использовать только Unreal Engine и ассеты из Marketplace. Все подробные условия прочитаете. И продолжительность ролика от 10 до 30 секунд. Минимальное разрешение 1920 на 1080 пикселей. Крайний срок отправки 26 июня 2022 года. В качестве приза будет 1 тысяча долларов, а также призы от Kitbash 3D, Sketchfab и какие-то сувениры. Правда сейчас 1 тысяча долларов, это уже не так интересно, как было до этого. Такой себе призовой фонд, конечно, но ради интереса и своего же портфолио можно и сделать чего-нибудь крутецкого. Перед подачей заявки обязательно прочитайте условия. И не ворчи, что она всегда на английском. Эпики молодцы, подготовили переводы на несколько языков, в том числе и на русский. А еще состоялся выход Unreal Engine 5.0.2, в котором более 300 исправлений. Чтобы обновить, достаточно зайти в Epic Games, лаунчер и подробнее, конечно же, об изменениях в документации. Tipit Studio показали, как производители анимации Бумар в сериале «Книга Бобы Фетта» 2021 года. Вместо того, чтобы сделать 3D-модельку и заанимировать ее, команда выбрала иной путь. А именно покадровый метод. Во-первых, кто вообще смотрел этот сериал? Во-вторых, разглядели бы здесь реальную модельку. И как думаете, почему выбрали именно такой способ? Может это проще и не так затратно, в отличие от оплаты CG-специалистов? Или же это ради искусства и хайпа? Ютуберский блогер Крис Дако воссоздал в Майнкрафт из тех самых кубиков трехмерное пространство картины Ван Гога «Звездная ночь». Как думаете, это творчество или просто трата времени и чуваку делать нехрен? В нашем чате Телеграма мнения резко разделились. Скажу только, что энтузиазма и терпение у парня дохренища. Причем при всей своей одержимости он также моментами искал вдохновение. А это, думаю, многим из нас знакомо. Студия Bandai Namco выпустила бесплатную библиотеку данных захвата движения. Коллекция состоит из трех тысяч файлов. Все движения записаны в их собственной мокап-студии и имеют совместимость со всеми основными 3D-пакетами. А еще вдобавок разработчики представили бесплатный скрипт для визуализации BVH данных в Блендере. Обязательно загляните, такую халяву нельзя пропустить. Чтоб скачать, нажимайте на кнопочку «Code» и забирайте вот этот архив. И также на GitHub можно попробовать запустить нейронку Кок-видео. Она создает короткое видео по текстовому описанию. Очень схоже с системой Deli. На выходе получаешь сгенерированную гифку в 4 секунды с частотой в 32 кадра. Только есть одно «НО». Фактический вывод текста осуществляется на китайском языке. Даже интересно, чего можно там наворотить, учитывая неточности в переводе. Выкатили 3D-код 2022.28. Из самого полезного обновили подключаемый модуль интеграции Apple Link для Blender и Unreal Engine 5. Теперь можно напрямую экспортировать все свои модельки с сохранением PBR текстур. Все необходимые информации ищите... Ну и для тех, кто любит органику или вдруг необходимо просмотреть анатомию человека, выпустили новый атлас The Anatomy. Он представляет собой модельку человеческого тела. Система с открытым исходным кодом, так что можно ее корректировать. Трехмерная реконструкция идет файлом Blender и в виде бесплатного приложения, где послойно представлены основные системы человека, включая скелет, мышцы, сосуды и нервы. И в кои-то веки приложения пока только на Android для iOS и Windows должны скоро появиться. Интересно, что команда The Anatomy приглашает специалистов для работы в качестве 3D-моделлеров, разработчиков, а также переводчиков. Только, скорее всего, на добровольной основе. Уточняйте на официальном сайте. Спасибо, друзья, за просмотр. Обязательно поставьте лайк, это помогает продвижению нашего канала. Оставьте какой-нибудь комментарий, может быть, даже просто там спасибо или херню делаете. Залетайте к нам в телеграм-канал, у нас там самые первые новости. Для того, чтобы закинуть туда свою какую-нибудь великолепную волшебную картинку в пост вдохновения. Также участвуйте в конкурсе. Из-за вашей активности я смогу вытаскивать инвесторов, которые будут башлять за здоровые классные призы в этих конкурсах. Ну и плюс стримить с Симоном эти работы для того, чтобы, ну, блин, делали, как говорится, не просто так. Ожидайте новый ролик, сейчас как раз буду его записывать. И до новых встреч, мои друзья. Пара-па-па-пау.